Здравствуйте, Елена. Рада видеть вас вновь в нашей студии. Как всегда у нас в эфире программа «Сила права». И сегодня мы будем говорить о чрезвычайно важной теме, тема безопасности детей касается. И, конечно, я хочу у вас спросить, какие права имеют несовершеннолетние? Здравствуйте. Особая забота прокурора распространяется на защиту прав несовершеннолетних. В поле нашего зрения находятся практически все сферы жизнедеятельности детей и молодежи. Дети в силу своего возраста являются наиболее уязвимыми членами общества и поэтому заслуживают и требуют специальные защиты. Права ребенка закреплены в Конституции Российской Федерации, Семейном Кодексе Российской Федерации, в ряде федеральных законов, в частности, в законе об охране здоровья, об образовании, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о социальной защите, об опеке и попечительстве. В названных нормативных правовых актах установлены права ребенка. Ребенок имеет право на охрану жизни и здоровья, на получение медицинской помощи, на образование, на жилище, на безопасные условия проживания. В соответствии со статьей 58 Семейного Кодекса Российской Федерации, ребенок имеет право на фамилию, имя и отчество. Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, общаться с родителями, выражать свое мнение, также имеет определенные имущественные права. Родители, в свою очередь, должны заботиться о моральном облике ребенка, прививать ему определенные нравственные качества, создавать условия для нормального психического развития ребенка. Также хочу сказать, что несовершеннолетние по закону в возрасте от 14 до 18 лет, в соответствии с законом могут самостоятельно осуществлять определенные права. Они могут распоряжаться своим заработком или стипендией, могут совершать мелкие бытовые сделки. Это такие сделки, которые имеют бытовый характер, ну то есть на приобретение каких-то нужных предметов ребенку и сумма которых незначительна. Они могут вносить в соответствии с законом деньги в кредитные организации и распоряжаться ими. И в случае, если ребенок создает произведения, бывают же и такие случаи, он имеет права автора произведения, созданного им. Елена, скажите, что означает право ребенка защищать свои права и свои законные интересы? Несовершеннолетние, признанные в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения им возраста 18 лет, имеют право самостоятельно реализовывать свои права и обязанности, в том числе и право на защиту. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей, ну допустим, жестокое обращение с ребенком, вовлечение в противоправную деятельность, невыполнение своих обязанностей. В случаях, когда родители не выполняют или ненадлежащим образом выполняют свои родительские обязанности, дети имеют право обратиться за защитой своих прав в органы опеки и попечительства, а ребенок, достигший 14 лет, может это сделать в судебном порядке. А кто обязан защищать ребенка? По закону интересы ребенка обязаны защищать его родители. Родители являются законными представителями детей в отношениях со всеми физическими и юридическими лицами. Это, можно сказать, одна из основных обязанностей родителей. Если ребенок в силу разных причин остался в несовершеннолетнем возрасте без родительского попечения, то обязанности по защите его прав выполняют законные представители. Это могут быть опекуны, попечители, могут быть также администрации учреждений, в которых ребенок проживает и воспитывается. Ну, допустим, школы-интернаты, дома ребенка. Также хочу сказать, что в нашем государстве создана система профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. В эту систему входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы социального обеспечения, образовательные учреждения, то есть школы, детские сады, учреждения здравоохранения, органы полиции. И все эти органы и организации, как самостоятельно, так и во взаимодействии друг с другом, осуществляют в пределах своей компетенции функции по защите прав ребенка. Конечно же, прокуратура тоже вносит существенный вклад в защиту прав детей. За неосполнение родителями обязанностей по защите прав детей и их воспитанию предусмотрена административная ответственность. Это статья 5.35 Кодекса административных правонарушениях Российской Федерации. Правонарушение может выражаться в непредоставлении ребенку места проживания, неприобретение ему необходимых продуктов питания, одежды, обуви. Если говорить о нарушении обязанностей по обучению детей, то это те случаи, когда родители не создают условия для посещения ребенком образовательного учреждения, не контролируют учебный процесс, не приобретают необходимые школьные принадлежности. Нарушение обязанностей по защите прав и интересов детей может выражаться в том, что родители не желают представлять интересы своих детей в судебных и иных инстанциях, не принимают меры по обеспечению их безопасности, не осуществляют элементарный надзор и контроль за ребенком. Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей может способствовать тому, что ребенок будет вовлечен в противоправную деятельность. Административным кодексом также предусмотрено наказание по этой статье. Это может быть предупреждение либо наложение штрафа. Елена, а какие вопросы приходится решать прокуратуре в направлении защиты прав несовершеннолетних? Хочу отметить, что вопросы защиты прав несовершеннолетних, конечно же, находятся в числе приоритетов нашей деятельности. Проводится системная каждодневная работа, которая направлена не только на выявление, предотвращение нарушений, но также эта работа носит и профилактический характер. Предупреждение преступности несовершеннолетних. Причем речь тут идет как о преступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних, так и преступлениях, совершаемых самими несовершеннолетними. Проводится работа по защите прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения. Также требуется защита в тех случаях, когда законные представители несовершеннолетних не выплачивают алименты на их содержание. Приведу такой пример. Прокуратура города Черкеска проводила проверку и выявила, что законные представители детей не выплачивают средства на их содержание. В соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Федерации, если по вине лица образовалась задолженность по уплате алиментов, то он, помимо этого, должен выплатить еще и неустойку. И поэтому прокуратура города Черкеска обратилась в суд, подала 10 исковых заявлений, которые были рассмотрены и удовлетворены. Также прокурорами защищались права законных представителей несовершеннолетних на получение мер государственной поддержки. Мы вносили представления, направляли заявления в суды в связи с тем, что не выплачивались пособия, связанные с рождением и воспитанием детей. Помимо этого, посредством прокурорского вмешательства устранялись нарушения такие, когда многодетные семьи, которые имеют право на получение земельных участков, не получали их длительное время. Тогда они обращались в прокуратуру, и мы подавали иски в суды, и по результатам их рассмотрения восстанавливались права на получение земельных участков и на обеспечение инженерной инфраструктуры данных участков. Также в сфере здравоохранения права детей мы защищали, когда, допустим, необходимые лекарства своевременные не предоставлялись, либо технические средства реабилитации. Еще один пример приведу. Усть-Жигутинская межрайонная прокуратура проводила проверку по коллективному обращению законных представителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети обучались на дому, и им не была выплачена компенсация за непредоставленное питание. Такая картина имелась в 16 образовательных организациях Усть-Жигутинского муниципального района. Межрайонная прокуратура подала исковые заявления в суд, все они были рассмотрены и удовлетворены, и в результате были восстановлены права 190 детей. Общая сумма выплаченной компенсации превысила 1 миллион 600 тысяч рублей. В сфере профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, вот в этом направлении что сделано прокуратурой? Здесь также нами проводится системная работа. С начала этого года было выявлено более 600 нарушений законов. Принято для их устранения свыше 300 актов прокурорского реагирования, и 130 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Хочу сказать, что особое внимание уделялось устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. Проводилась, конечно, и значительная профилактическая работа, и все это в комплексе способствовало снижению преступности в отношении несовершеннолетних. По актам нашего прокурорского реагирования в этой сфере были приняты профилактические программы, обеспечена их надлежащая реализация. Также обеспечено должное взаимодействие субъектов системы профилактики, и была активизирована профилактическая работа с несовершеннолетними и их законными представителями. Как выявляются нарушения прав несовершеннолетних, и каковы результаты работы в этом направлении в текущем году? Нарушения прав несовершеннолетних выявляются зачастую по результатам проводимых проверок. К проведению проверок при необходимости привлекаются специалисты. В целях соблюдения прав несовершеннолетних законодательством предусмотрено обязательное участие прокурора при рассмотрении ряда гражданских дел. Это такие дела, как ограничение в родительских правах, лишение родительских прав, восстановление в родительских правах, усыновление и его отмена, а также признание несовершеннолетнего полностью дееспособным. Еще одной формой, можно сказать, защиты прав несовершеннолетних является участие прокуроров в работе заседания комиссии по защите прав несовершеннолетних. Эти комиссии созданы во всех городах и районах республики. На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы, связанные с привлечением к административной ответственности несовершеннолетних и законных представителей. Также разрешаются вопросы, связанные с проведением профилактической работы в отношении несовершеннолетних, воспитательной работы. И разрабатываются меры по совершенствованию данной работы. Информацию о нарушениях прав несовершеннолетних мы получаем также в ходе мониторинга, средств массовой информации, соцсетей, интернет-пространства, которые мы проводим на постоянной основе. При выявлении публикаций, требующих нашего вмешательства, мы незамедлительно организовываем проверки и по их результатам принимаем меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав несовершеннолетних. Хочу отметить, что с начала этого года было выявлено свыше 4,5 тысяч нарушений законодательства в данной сфере. Для их устранения принято свыше 2 300 актов прокурорского реагирования. Более 900 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. И в суды в защиту прав детей направлено свыше 470 заявлений. Сейчас лето, летний период, дети на каникулах, и вот в этот период их безопасность, она, конечно, должна быть на высочайшем уровне. Что бы вы хотели сказать родителям, на чем бы им в первую очередь надо заострить свое внимание? Да, конечно. Хочу сказать, что мы, взрослые, несем ответственность за судьбу наших детей, за их жизнь, здоровье и безопасность. И поэтому, пользуясь случаем, хочу остановиться на наиболее важных аспектах необходимой родительской заботы. Помните, пожалуйста, о том, что открытые окна и оставление ребенка без присмотра может быть смертельно опасным. Также обязательно нужно научить детей правилам безопасного поведения в быту, соблюдению правил безопасности на водных объектах. Необходимо оберегать своих детей от ненужного общения с посторонними людьми в целях избежания опасности. Также почаще нужно напоминать детям о правилах безопасности на дорогах. Каждый ребенок должен обладать навыками безопасного перехода проезжей части и знать правила поведения на транспорте. И необходимо помнить о том, что поведение родителей является примером для их детей. И, конечно же, дети ждут родительского внимания. Поэтому, несмотря на свою занятость, находите, пожалуйста, как можно больше времени для своих детей. Елена, я благодарю Вас за ответы и за предоставление столь важной темы. Конечно, я желаю Вам успехов в Вашей работе. Спасибо Вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.